МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда я пришел в словаре Даля, два очень ценных для меня слова. Это колебятка и чебурашка. Причем было указано, что это слова симбирские воски. И я решил, что должны появиться эти куклы или, можно сказать, сувениры. Первыми в мастерской Симбирского центра славянской культуры родились колебятки – сородичи Колобков. Причем они стали разнополыми – девочка-колебятка и мальчик-колебятку. Немножко позже Владимир Ланько написал целую книжку про этого любопытного героя. Так получилось, что эту сказку я не собирался писать. И когда у нас начали эти сувениры заказывать для подарков, я пришел, принес очередную партию. Смотрю, они кладут сказку «Колобок». Я говорю, а зачем это? Да люди не знают, что это у вас за такой колебятка. И мы решили им подсказать, что это вроде бы как колобок. И я говорю, я же сказку начал писать. Сказка про колебятку родилась за 19 дней. Потом к ней Владимир Андреевич дописал несколько песен и поставил танец. И теперь, вот уже три года, Владимир Ланько вместе с ребятами из детского дома «Соловьиная роща» ездят по области и показывают музыкальный спектакль по сказке «Колебятка». Другой интересный экспонат выставки – чебурашка. Но это отнюдь не ушастая животная из мультфильма. Чебурашка – это кукла без рук и ног. И как ни кинь ее, она встанет вертикально. Другими словами, чебурашки – прародители Ванек Станик или Неваляшек. Новый герой, появившийся в мастерской только в прошлом году, – симбирский болян. Вот то, что вы сейчас видите, это еще не все. Это будет еще что-то другое. Сейчас это в процессе саморазработки. Будет он с народным инструментом. Потому что это вот такой балагур. Это обязательно. Будет девочка боляна. У нас есть образцы. Я просто сюда не взял. Но как-то не очень мне еще они нравятся. Привлекают внимание необычные экспонаты. Копии памятного знака – последней реформе русского алфавита в 1917-18 годах, которые причастны наши земляки Александр Керенский и Владимир Ульянов-Ленин. Кстати, гузоватовский мастер Александр Артемьев изготовил деревянный монумент знака. Он установлен в парке «Владимирский сад». Также на выставке есть копии памятника студенческой халяве. Мифологическому существу, приносящему счастье студентам. Оригинал установлен в сквере напротив опорного университета области. Посетить выставку можно в индивидуальном порядке. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости ОПРАВД ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова